Выпустили из следственного изолятора Юрия Дмитриева, пожилого человека из Карелии, из Петрозаводска, историка, начальника местного отделения известной организации «Мемориал». Известен Юрий Дмитриев тем, что у себя в Карелии и вообще вот в северном регионе он разыскивал места расстрелов и захоронений при Сталине. Он открыл такое место под названием Сандармох в Карелии, где было расстреляно 9 тысяч человек. Он раскрыл массовое захоронение в районе Беломор-Каналова, на Соловецких островах и так далее. В общем, настоящий такой подвижник, который занимался тем, что восстанавливал память о невинно убиенных во времена сволочи Сталина. И, разумеется, эта работа, помимо симпатии одних людей, снискала ему и крайне дурную репутацию среди всяких местных силовиков, чиновников и так далее, которые Сталина у нас до сих пор, естественно, все обожают. Ну, и решили Юрию Дмитриеву отомстить. Об этой истории я рассказывал некоторое время тому назад. То есть у него имеется приемная дочка, которая, в общем-то, девочка больная, болезненная. Для того, чтобы фиксировать ее физическое состояние, Юрий Дмитриев ее периодически фотографировал. Было сделано более 200 фотографий. Он их хранил на компьютере, никому не показывал. Каким-то образом залезли силовики в его компьютер, извлекли оттуда эти фотографии, и 9 из них, 9 из 200, были признаны детскими порнографическими. То есть девочка там была снята обнаженной. Вот выставили этому старику Дмитриеву статью за распространение детской порнографии. Ну, естественно, это полный абсолютный абсурд. Все даже не белыми нитками шито, вообще никак не сшито. Тем не менее, довольно много времени Дмитриев провел в СИЗО. Но вот прошла, слава богу, повторная уже экспертиза, которая установила, что никакой порнографии там нет и быть не может. В результате чего Юрия Дмитриева выпустили. Интересное с ним было интервью в «Новой газете», где он, в частности, рассказывает о том, как знания реалий большого террора, и в частности того, как поступали с зэками, как они себя вели и так далее, очень помогло ему и в современных условиях, для того, чтобы правильно построить свою жизнь в заключении. И, скажем там, говорится о том, с каким уважением к нему, как-то ни странно, относились сокамерники и прочие соседи по местам лишения свободы, при том, что статья у него как бы такая позорная детская порнография. Но все понимали, насколько это все фальшиво и относились к ним очень хорошо. Так что, слава богу, с человеком проявили солидарность. И, в общем, в хорошей форме, судя по всему, он из тюрьмы вышел, даже не похудел.